Папа, а почему люди ходят в масках? Потому что наш губернатор выпустила постановление. А оно подписано в спечатке. Да, тяда Наташа? Девочка, ты куда идешь? Тут! Тебя без маски не впустят. А это незаконно. Я для приставы. Учите законы. Сказали, чтобы ты ничего не объясняла, тревожную кнопку возьмали, а национально. А, во-во-во, тревожную кнопку, короче, все понятно. Можно нас немножко расстрелять прямо здесь? Да, действительно. Угрозы, 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 угрозы. У вас есть право нажать тревожную кнопку. Не согласен. Расстрелять. Нет, без маски никак. У вас есть маски? Как ты не обязан? Постановление правительства, но вас не принято. Вот это маски? А что вы еще хотели? Вы нормальные вообще? Как я салфеткой защитить от вируса? Хорошо, хорошо, хорошо. Будете одевать или вы не зайдете? Нет, я это одевать не буду. А вы что так всем выдаете, да? Без перчаток, руками все трогаете. А вы не считаете, что это распространение инфекции? Это не салфетки, это разовые маски. Нет, нельзя. Ну как нельзя, мне сказали, что можно. А такие маски видели с диоксидом титана, который вызывает рак и разрушает кости? Потому что все боятся, даже в сторону появится своему мнению. Кстати, Наташа, вы почему не подписываетесь, да? У нас не Комарова ограничивает, у нас вы ограничивает. Она ограничивает. Нет, в смысле? Молит, затрояй. Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте, у вас запись. У нас в канцелярию ждать документ. Да мне только документ сдать. А где канцелярию, не подскажете? Что? Канцелярию где, не подскажете? У нас нет маски. Без маски никак? Нет, без маски никак. У вас есть маски? У меня нету маски. 418-е постановление выполните, пожалуйста. Предоставьте крест индивидуально. Нет, мы не обезаем, мы вам дадим. Как ты не обязан? Постановление правительства, но у вас не приняется? А это незаконно. Учите законы. Я вижу, что несу. Вот по времени вниз. Вот это маски? Да. Разовые маски. А что вы еще хотели? Вот именно. Вы нормальные вообще? Как я салфеткой защитюсь от вируса? Хорошо. Будете одевать или вы не задете? Да. Нет, я это одевать не буду. Я тогда свое надену. Пожалуйста. Под принуждением, под вас соответственно. Хорошо. А вы что, так всем выдаете, да? Без перчаток, руками все трогаете? Выходите. Да? А вы не считаете, что это распространение инфекции вот таким образом происходит? Каким? Ну вот руки без перчаток и какие-то салфетки вы даете. Это не салфетки, это разовые маски. Разовые маски? Да. Сертификат соответствия предоставьте, пожалуйста. Покажите, пожалуйста. А почему мы должны вам показывать? Вы можете одеть свою маску. Согласно Конституции 24.2. Согласно Конституции вы можете одеть свою маску. Вы ограничиваете мое право на дыхание? Нет. Читайте, пожалуйста. У нас есть постановление без масок. Не ограничиваете право на свободное дыхание не ограничиваете? Нет, не ограничиваете. Как-то не ограничиваете. Я понимаю, что вам хочется поговорить, но давайте все-таки... Нет, мне хочется зарегистрировать. Это же от вас требование идет, наденьте маску. А вы по записи? Что? По записи вообще? Нет, я так пришел. Вот тогда берите номер телефона и раздвоните. Вам, значит, рейтинг. Да мне быстро, девушка. Нет, нельзя. Ну как нельзя, мне сказали, что можно. Какого консультата? Да любую. Все, мне зарегистрируйте, все, я пошел. Тогда больше всего. Благодарствую. Здравствуйте. Благодарствую. Всего хорошего. А такие маски видели с диоксидом титана, который вызывает рак и разрушает кости? Такие маски выдают на предприятиях города? И заставляют носить. На ютубе. На ютубе сургутнадзор. Сургутнадзор 2. Сургутнадзор 2. Сургутнадзор 2. Да. А то у нас товарищи лишают премии, получается, в двух... Приказы, премии, получается, в двух... Приказы, все, по-моему... За что? За то, что маску не одевали. Смотрите. И, соответственно, чтобы с тебя что-то требовать или не иметь, ты должен с этим приказом тебя обязан ознакомить под роспись. То есть тебя знакомят, а ты журнале расписываешь. Ознакомлен подпись. Если этого нет, ну... Организация-то совсем другое. Его просто не дадут там работать, и все, если он начнет провоцировать. Нет, это не так и все. А кто зачем уволит? Вот все. А как на ворниках, потому что все боятся. Даже сторож боится своего увольнения. Согласен. Вот они работают. Им нравится работать. Пусть выполняют приказы своего начальника. Грубо говоря, ты можешь такой же приказ сам напечатать для своего начальника, для того, там, Богдана, там, Богдана. Только еще и печать поставить и сказать, слышь, чтобы ты ходил в красных трусах. И чтобы любой работяга, ну, когда дело по контролюру... А что он принесет мне, то, что он принесет мне, то, что он принесет мне, то, что он принесет. А, ты потребовал? Нет, у них там лежит, он висит. Давай почитаем, ну, давай не читаем. Печати нет, печатают, как всегда, никакая. Ну, мне поставили, все, зарегистрируем. И пятый пункт, пятый пункт, что сступается в момент подписания. Подписи нет, она ведь часа перенесу тебе с подписью. О, очень интересно. Ждем тогда, я хоть раз убежу с подписи. Да, пожалуйста. Это маска, да? Да, есть видеоролик с обзором. На этом выканавливаете. Диоксид титана. Разрушает кости и вызывает рак. Что такое девушка? Вы можете посмотреть, сейчас вот созвонились, если у вас есть какие-то жалобы, вы можете направить свою жалобу на Комарову. Можете зайти на официальный сайт, посмотреть там с подписи. Наташа, вы почему не подписываетесь, да? Сейчас, получается, у нас электронный документ, по-оборот. Да. Эта печать, она есть основание, то, что оно подписывается. Электронной подписи. В общем, хотя бы сертификат, электронная подписи. А электронный подписи, все правильно, сертификат. Видишь, что она есть в этой подписи? Опять за идеи. Нету там. Мне не нужно. Девушка, со всем уважением, прочитайте Конститут, там написано, что если вы что-то ограничиваете, вы должны... Подождите, вы нам какие жалобы, можете я тратить жалобы? Вы же ограничиваете. Я не жалую. Потому что у нас есть указание, которые не могут... Сказание противозаконное. Вы ограничиваете, мы у нас отпрашиваем. А что с Комарова? Нас не Комарова ограничивают, нас вы ограничиваете. Она ограничивается. Нет, в данный момент вы, я не отмочу. Вы же документ не предоставили, значит, мы ограничиваете. Вот вам восстановление, ему же подпись. Там нет подпись, сходите, здесь тут подпись. Да, ничего, сейчас возводились. Он сказал, что если вам что-то не нравится, можете зайти на официальный сайт и посмотреть номером... Да, это он сказал, что вы говорите, что вы читаете эти моби, знаете. Вы обязаны ознакомить с этим постановлением. Смотрите, я вам еще раз говорю. То, что мы выполняем руководитель, мы его пользуемся под Комарова. Вот и все. Да зачем мне Комарова? Она мне вообще не будет. Потому что ты ее постановление. Кто она такая? Губернатор. Да вы что? И она вам сможет закон штамповать налево-направо. Вы можете ей свои удовольствия выразить, но никак не надо. Ну-ка, она правильно. Не исполняет. Не исполняет. Незаконно. А где ее найти? Она в интернете только. Сказали, чтобы ты ей ничего не объясняла. Привожную кнопку выгнали, она все осталась. А, во-во-во-во, тривожную кнопку, короче, все понятно. Можно нас немножко расстрелять прямо здесь? Так же, действительно. Я не с вами не буду вас хатировать. Нет, нет, нет. Че? Сейчас Бладь, я применю. Ладно, пошли. Везде такая ситуация. Дур-дур-дур-дур. Собой надзор. И мы созвонились, а нам сказали в интернете. Говорит, нажимай тревожную кнопку. Сказали, ничего не объясняй. Да, да, да. Нажимай тревожную кнопку. Все. А нам, Путин по телевизору, мы строим правовое государство. Конечно. У вас есть право нажать тревожную кнопку. Не согласен. Расстрелять. И п***ть. Что делаем? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok